Ростов-на-Дону Меня зовут Елена, я из Ростова-на-Дону изначально, но сейчас живу уже больше 10 лет в Германии, в городе Констанц. Как ты? Как я Констанц? Меня зовут Пауло. Я пришел из Констанц. И я надеюсь, что здесь в Капчатке. Мы женаты и решили приехать на Камчатку. Это была и моя идея, отчасти его идея. В Германии Камчатка очень популярна, очень много показывают документалов по телевизору. И я, как русская, захотела посмотреть свою страну. И решили, ну на Кавказе мы уже были, и решили, так сказать, другой конец России повидать. Мы здесь сейчас две с половиной недели. В туре две недели. До этого в Петропавловске полнедели прожили, ну просто чтобы посмотреть город, немножко автоматизироваться, посмотреть на рыбный рынок. Но, в конце концов, мы отправились в туры. Сегодня опять был завершающий день с рыбным рынком, с городом. Было хорошо и приятно вернуться уже туда, где мы немножечко знаем эти места. Уже, так сказать, познакомились хорошенько с деликатесами во время тура. Вот, и опять закупились, да. Кавиа. 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 Да. То есть программа очень разнообразная. Это то, что мне понравилось, что сначала были вулканы. Это было восхождение, то есть немножко другая физическая активность. Другие совершенно пейзажи. Вот это вот такая тундра, можно сказать. Ягоды, такой маленький кустарник, горные суслики. Потом немножечко была такая передышка во время переезда, можно сказать. И потом путешествие по Охотскому морю вдоль побережья. Мне лично понравилось, потому что Охотское побережье, ну вот что-то я в это нашла. Но сам переезд был длинный. Сам переезд был длинный, где-то там 10-11 часов. Но для меня это время прошло довольно-таки незаметно. Ну, для моей спины не очень, но для меня мне понравилось очень Охотское побережье. Потом мы были на Курийском озере две ночи. И мы были на Курилинсе. И мы были на Курилинсе. И мы едем на Курилинсе. Да, это было очень тяжело. Да, это было очень тяжело. И мы были на Курилинсе. 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 И кормящих медведиц. И то, как медведь именно ест этот сам процесс. То есть как у них вот, независимо от того, что разные медведи едят все одинаково с хвоста. Обдирают кожу. Это тоже было забавно. То есть наблюдать в процессе, так сказать. Гуд, можно улучшить санитарные средства. Это очень важно, чтобы европейцы улучшить комфорт. Эсен был вкусный. Илона. Топ. Илона. Топ. 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 Да, еда конечно в туре это было что-то. Я вообще не хотел, но я бы не хотел. У нас по-моему все в группе хотели приехать сюда сюда с идеей сбросить вес. Но решили сбрасывать потом уже дома. Потому что такое пропустить, конечно, это было бы жалко. Ну, завтраки были просто обильные. С красной икрой. С красной рыбой. Сырники, каша. То есть отчасти такие вот вспомнения, как еще здесь. С детского сада вот такая еда, которую уже не готовишь. Там ванная каша. С другой стороны деликатесы. Обед. Ужин. То есть и краб был. И блины. И борщ. И вообще просто все. И корейские блюда были. И типично русские. Местные деликатесы. В общем супер. И Игорь. 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 Топман. Мне очень понравился как человек. Да, очень терпеливый. Он всегда дает подробный... Он говорит, что он как бы с ним подружился. Он хочет, чтобы мы встретимся в Германии. Игорь. Игорь. Игорь.